Ну вот, наступила, наконец, осень, жара спала, наступили дожди, и сейчас особо не погоняешь на скейте, на лонгборде, роликах, велосипеде тоже мало удовольствия, но хочется как-то прогуляться, все равно, даже под дождем, поэтому вот я пришел в такое вот колоритное место, а это Пушкино, Московская область. То есть, сразу скажу, не туристический это маршрут, хотя, с какой стороны посмотреть, колоритные домики сохранили свое первозданное естество, вот, какие-то даже сараи тут сохранились деревянные, то есть все как раньше, ничего так особо не поменялось. Ну, чем это место примечательно? Ну, вот, кто-то новострою тут делает. Тем, что тут находится музей дачи Владимира Маяковского. Именно здесь он написал свои бессмертные стихи о солнце, да, про то, как солнце к нему пришло в гости, и он с ним провел беседы, которые потом увековечивали в своих замечательных стихах. Там были строки об Акуловой горе, над которой сходило солнце, и, собственно говоря, вот отсюда очень хорошо видно эту самую Акуловую гору и солнечный восход. Вот, поэтому эти места, несмотря на их такую вот немного отталкивающую бомжегопытность, ну, не знаю, как это назвать, но лично мне нравится тут иногда хорошо побывать вот в деревенских каких-то таких странных трущобах, это прикольно. Вот, ну, народ тут не особо ходит, ну, и слава богу, наверное. Так что тут Владимир Маяковский писал, жил и писал свои стихи. Вот так вот тернистый, в общем-то, не так легок путь к даче великого поэта. Вот, я решил все-таки сходить к нему на дачу, давно я там не был. И, конечно, туда есть путь и более простой, но я сейчас иду с другой стороны и не планировал идти на дачу, но все-таки решился. И что самое интересное, ребят, то, что, ну, Маяковский же ходил по разным дорогам, и по этой в том числе. Интересно все-таки, чтобы соприкоснуться с его творчеством, как говорится, по-настоящему, надо, ну, пройти теми путями, какими он тут ходил, и посмотреть на то, что его тут вдохновляло. И, в общем-то, вот такое тут интересное. Давно я не ходил по таким местам, честно. Экстремально, но прикольно. Да, мне нравится. Неровный, неровный тут абсолютно ландшафт для дач, они тут натыком на каких-то буграх, и очень как-то все не очень-то в этом плане. Не очень-то удобно. Вот. Ну, вот такие дела. Продолжаем нашу экскурсию. Продолжаем двигаться к даче Маяковского. Вот я уже на нормальную асфальтированную дорогу вышел. Вот. Так что доехать сюда не проблема, можно даже на автомобиле. Не обязательно петлять, как это делал я, но я просто шатался по окрестностям. И так решил вот посетить место, в котором я давно не был. Вот смотрите, тут у дачи прямо интереснейшие. Открывается вид. Какое-то вот болотце прикольное. Я не снимаю вас. Так. Можете снять. Ну вот, ребята, тусуются прямо. Удачи. Вы любите Маяковского? Да, вполне. Вот, отлично. И я показываю вам, собственно говоря, саму дачу. Вот он. Памятник Владимиру Маяковскому. Я думаю, что он был воздвигнут уже после смерти поэта. Но в остальном тут все сохранено. Даже вот забор. Вы видите, что это не сайтинг никакой, не современный. Все сохранено так, как и было при его жизни. Мы видим саму дачу, да. Конечно, она не похожа на современные дачи наших знаменитостей. Да, вот как-то скромнее люди жили. Но, тем не менее, вот несмотря на свою такую простоту, небогато, да, Маяковский был богат душою. Рекомендую всем почитать его стихи. Ну вот, есть возможность посмотреть домик поближе. Вообще-то там закрыт забор. Но доступ имеется. Вот, вполне себе аккуратно. Все круто сохранено. Большой такой домик. Вот, я говорю, что это небогато, но не знаю. Вполне себе, знаете ли. Можно здесь развернуться и написать хорошие стихи. Верандочка. Прикольно. Очень здорово, что на участке эти сосны рековые растут. Ой, господи. Вот тут соседские собачки. Видимо, тут очень нечасто ходит народ. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok